Продолжение следует... И мы его прочитаем. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свою или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и перед агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела идут вслед за ними. Теперь вы чувствуете, почему так трудно увидеть хронологическую последовательность в книге Откровения. А здесь ангелы провозглашают последствия, которые ожидают людей, если они сделают неправильный выбор. А вот это предложение им будет дано уже в предыдущей главе. А лично я считаю, что в то время, когда антихрист или лжепророк предлагают это начертание, рекламируют это начертание свое, в это же время и ангелы с небес провозглашают, что не делайте этого, не берите, вот во что ожидает. Посмотрите на шестой стих. Увидел я другого ангела, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. А другой ангел говорит им о том, что пал, пал Вавилон. Под Вавилоном подразумевается вот та система, частью которой они становятся и которой поклоняются. А третий ангел предупреждает их, чтобы они не принимали начертание. И говорит, какие последствия их ожидают, если они это сделают. Однако мы можем сказать, что и вот это является благодатью. Откровение наполнено благодатью. Теперь благодать принимает вербальную форму, то есть она в качестве слов предупреждений. Тогда мы задаем себе вопрос, а все ли смогут услышать то, что говорят ангелы? Я думаю, что если Бог дал им такую работу, провозгласить истину, то, скорее всего, будет так, чтобы все смогли ее услышать. Итак, в первом стихе у нас появился ангел. В этой главе, в 14-й, чаще всего ангелы выполняют роль глашатаев, они что-то провозглашают. И этот ангел призывает всех поклониться Богу. И если задать себе такой вопрос, а почему нужно поклониться Богу, ответ, что Он собирается совершить свой суд. Другими словами, время настало для принятия решения. Другими словами, матч боксеров уже закончился, и теперь судья, рефери, должен сказать, кто победил, а кто нет. Ангел призывает всех поклониться Богу даже по такой простой причине, что Он Творец, Он сотворил небо и землю. Несколько раз на протяжении всей книги Откровения мы с Вами встречали тему о том, что Бог — это Творец. Дальше появляется еще один ангел. В восьмом стихе этот ангел провозглашает разрушение царства Сатаны. А мы с Вами знаем о том, что падение Вавилона произошло раньше. Еще в Ветхом Завете пал Вавилон. Но где бы мы ни жили, и когда бы мы ни жили, Вавилон все равно будет. То есть, будет такое место противления Богу. Это может быть Нью-Йорк, это может быть Рим, это может быть любой другой город. А я не знаю точно, но вот есть люди, которые говорят, что где-то на территории Ирака будет построен Вавилон во время Великой Скорби. Однако в книге Откровений говорится о том, что будет какой-то город, который будет центром противления и сопротивления Богу. И вот представьте себе эту картину, что, допустим, этот город восстанавливается, и люди смотрят на это строительство и говорят, вот будет у нас великий город, и мы сможем сопротивляться Богу. А ангел их говорит, вот в это уже время он говорит, пал, пал Вавилон, то есть возвещает разрушение. И в этом тоже присутствует добрая весть или благодать, можно сказать. В этом есть благодать. Предположим, вы собираетесь купить машину. Вы отправляетесь в магазин и находите там машину, которая вам нравится. И менеджер по продажам вам говорит о том, что вы даже квартал не проедете, эта машина развалится. Вы купите эту машину? Потому что вас уже предупредили, что эта машина развалится. И ангел это тоже предупреждает, не тратьте время на Вавилон. Не тратьте свое время на то, чтобы делать то, что говорит сатана, потому что он лжет. Это предупреждение о бесспорном разрушении. Фактически здесь подразумевается все царство сатаны. И это предупреждение о том, что все царство сатаны будет разрушено. Обратите внимание на этот глагол пал, пал. Это как раз снова греческая форма глагола, аорист, возможно, пролептический. Еще раз повторяю, что эта форма глагола используется для того, чтобы указать на будущее событие, несмотря на то, что форма глагола в прошедшем. Речь идет о будущем, которое бесспорно, и оно бесспорно, потому что Вавилон и прежде падал. Вавилонская башня была разрушена, да, сам Вавилон пережил падение. Любое место, любой город, который созидается для того, чтобы выступать против Бога, стать центром противления, в конце концов будет разрушено. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 21 глава, 9 стих. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал, пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. То есть Вавилон и здесь пал, и в будущем упадет. Вавилон символизирует царство Сатаны. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com. А третий ангел, который появляется в 9 стихе, дает личное предупреждение. Всем людям, которые пытаются выжить в этой ситуации, ангел говорит о том, что поклонение Антихристу приведет к смерти. Оно смертельно. Он будет идти к месту вечного тормяния. Что этого человека ожидает? Место, где он будет мучим в огне вечно. Мы говорим о том, что это личное предупреждение, то есть адресованное каждому в отдельности, потому что здесь в 10 стихе говорится тот, то есть отдельно каждый. И в 9 стихе можно сделать вывод, что поклонение зверю и образу его равнозначно принятию начертания на чело свое или на руку свое. Что это фактически одно и то же. Когда вы увидите, что все ваши соседи отправились за этим начертанием, то не следуйте за ними. люди которые принимают начертания сатаны будут преследовать Божий народ 12 стих посмотрите в 11 стих посмотрите что те кто поклоняются зверю и принимают его начертания не будут иметь покоя ни днем ни ночью а вот в 12 стихе говорится о том что вот в это время святым необходимо запастись терпением и выносливостью а для чего это нужно? потому что это время гонений в этом царстве сатаны которое в мировом масштабе будет присутствие Божьих детей верных его служителей будет вызывать беспокойство у него, у сатаны однако верующим будет обеспечен покой они получат покой они верующие не смогут его найти а здесь вот в 11 стихе говорится о том что не будут иметь покоя те которые поклоняются зверю но те кто не поклоняются зверю они обретут этот покой Иисус Христос говорил придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас я дам вам покой а вы видите что делает в этом фрагменте Бог он предлагает благодать он предлагает людям истину и как обычно он Бог отвечает требованиям своей праведности он удовлетворяет требования своей праведности и еще раз скажем повторимся что все что Бог делает в этой книге в книге откровения он неоднократно уже делал на протяжении тысячи лет а что он делает с тех самых пор как Адам и Ева поверили лжи сатаны Бог говорит истину то есть на протяжении всей Библии Бог постоянно предлагает истину как и в книге откровения поэтому мы с вами можем покоиться в его праведности найти покой в его праведности ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ семинария истин Things слова без массы